Ну что, всем привет! Давно не выходили видео на канале, на это были свои причины. Но сегодня мы поговорим с вами о материале, который использовался на протяжении огромного количества времени и называется он амальгама. Вообще, под амальгамой принято считать сплавы, в составе которого один из компонентов это ртуть. Пока амальгаму использовали, она никого не оставила равнодушным, ни врачей, ни пациентов, даже целые государства запрещали ее, а кто-то наоборот отстаивал право на существование. В современных вузах, по крайней мере на территории СНГ, амальгаме уделяется не очень много академических часов, потому что она сейчас в стоматологической практике не используется. И тратить драгоценное время не очень хочется, есть темы, которые стоит разобрать более подробно. Вообще, когда я учился на первом курсе, то я про амальгаму вначале ничего не знал. Мне было известно, что люди использовали для пломбирования зубов драгоценные металлы, используют цементы, композиты. Но про амальгаму я ничего не слышал. И так получилось, что один из первых зубов удаленных, который я препарировал, попался мне с реставрацией из амальгамы. Я удивился, подошел к педагогу, спрашиваю, что это такое. Мне дали какую-то общую информацию, сказали то, что вот, это амальгама, ее раньше использовали. Забрали зуб и дали другой. Аргументировали это тем, что для того, чтобы работать с амальгамой, нужны специальные средства защиты. И это верно. В видео будет много воды, которая может быть не всем интересна, это нормально. И для таких ребят я рекомендовал бы прочитать учебник по материаловедению. Там буквально 5-10 страниц, и весь необходимый минимум вы будете знать. Ну или, по крайней мере, с ним ознакомитесь. Мы постараемся раскрыть эту тему более широко, поговорим про историю, про различные мифы, которые так или иначе связаны с амальгамой. У людей всегда было особое отношение к ртути, ее наделяли различными мистическими способностями. Медицина была одна из первых отраслей, в которой начали использовать ртуть, но в дальнейшем это все не увенчалось успехом. Но об этом мы поговорим немножко позже. Начнем мы с самого начала, это история. И амальгама, она не появилась одномоментно в каком-то государстве. Исследования показывают, что амальгаму находили и в Древнем Египте, и в Персии, и в Древнем Китае. Это династия Тань, примерно 700 век до нашей эры. Но нас интересует временной промежуток чуть ближе к современности. Это 1528 год. Германия, муниципальный врач из больницы, рекомендовала амальгаму в качестве пламировочного материала. Дальше пробел в истории. И уже в 1800 году Огюст Таво, который считается отцом амальгамы, решил смешать серебряные монеты и ртуть и получил, как он ее называл, серебряной пастой. Эта фамилия нам еще пригодится, но это все круто, что она пользовалась популярностью в Европе. Нам интересно то, как она попала в Соединенные Штаты Америки, потому что эта страна считается одним из законодателем мод современной стоматологии, если можно так сказать. Хотя сейчас, наверное, некоторые государства могут с ней уже и посоперничать. Но в развитии стоматологии Соединенные Штаты сыграли огромную роль. А попадает она в Америку благодаря двум родственникам, Эдварду Кроукуру и Моузесу Кроукуру. Это дядя и племянник. Они жили в Англии, но в какой-то момент решают перебраться в Нью-Йорк. У них это получается. И следует сказать, что в это время в Нью-Йорке зубы пломбируют драгоценными металлами. А это не самое дешевое сырье. Они решили на этом сыграть. И для своего времени они очень хорошо разбирались в рекламе. У них был баннер, на котором было написано, зачем пломбировать зубы золотом, если можно использовать дешевый пломбировочный материал, который широко используется в Европе. Также они параллельно дают рекламу в коммерческой газете, где, в принципе, написано то же самое. И это дает свои плоды. У них очень много пациентов, но они успели проработать только 12 недель. За эти 12 недель, если взять все население Нью-Йорка и из этого населения взять людей, которые лечили себе зубы, то ровно половина были люди, которые поставили себе пломбы из амальгамы. По некоторым историческим справкам, которые можно найти в интернете, говорится, что за 12 недель они умудрились заработать около 60 тысяч долларов. Если переводить эти деньги на современные, то это где-то полтора-два миллиона долларов. Если перевести их в русские рубли, то это 2 миллиона рублей в день. Для терапевтической стоматологии, я думаю, это хороший показатель. Но если все-то хорошо, то почему они проработали только 12 недель? Надо понимать, что помимо крокуров, есть еще и другие стоматологи, которые работают в Нью-Йорке. И им очень интересно, что за материал привезли ребята из Европы. Была такая организация, которая называлась Ассоциация хирургов-стоматологов. И члены этой организации решают отправить одного из своих соратников, чтобы он поставил себе пломбу. Кроукуры успешно устанавливают ее пациенту. Пациент возвращается обратно к своим коллегам. И химик выясняет, что в составе пломбировочного материала есть ртуть. Хотя крокуры об этом ни слова не говорили. То есть ни на рекламных вывесках, ни даже среди коллег они не распространялись. И на них заводят уголовное дело. Они об этом узнают и спешно покидают Нью-Йорк, возвращаются обратно в Англию. В это время в Америке всячески пытаются очернить репутацию крокуров. Говорят о том, что медицинского образования у них не было. И они были вообще малограмотные. Когда я искал информацию, я наткнулся на один английский сайт генеалогический, где родственник, ну, в 2010 году, по-моему, написал о том, что эти двое были не то что малограмотные, они были очень крутыми врачами еще до того, как попали в Америку. И если вы помните, то мы говорили про француза Огюста Тава, который является отцом Амальгамы. Есть сведения, что к нему приезжали какие-то два англичанина, и они представили ему свою разработку, которую они назвали Королевский Сукциданиум. На что Огюста Тава сказал им, ребята, название дурацкое, оно вообще не отражает действительности. И они уехали обратно. То есть, скорее всего, к нему приезжали как раз-таки крокуры. Но это не точно, мы в этом никогда не узнаем. Мы возвращаемся обратно в Америку, и там происходит странная ситуация. Члены Ассоциации стоматологов-хирургов поделились на две группы. Одни провели исследование и сказали, что в принципе амальгаму можно использовать, она безвредна. Другие говорят, что нет, она вредная. И это так называемая первая амальгамная война. Те, кто хотел использовать амальгаму, им сказали, ребята, вы из нашей ассоциации выходите. И таких было много. И так появилась Ассоциация стоматологов Соединенных Штатов Америки. Популярная аббревиатура сейчас ADA. Она занимается аккредитацией стоматологов, просветительской деятельностью. По-моему, она занимается тем, что выдает сертификаты, что эта организация проверила медицинское оборудование. А та Ассоциация хирургов, она просто распалась. Помимо ADA, была другая организация, она называется Ассоциация канадских стоматологов, которая также проводила исследования. И на основании этих исследований они пришли к тому, что да, амальгаму можно использовать. Все окей. Амальгама пользуется дикой популярностью в Соединенных Штатах, Канаде, в некоторых странах Латинской Америки. Понятное дело, в Европе она вовсю играет своими красками. Но возникает вопрос, а почему вообще амальгама? Почему не другой материал? А потому что аналога нет. Во-первых, это дешево. Во-вторых, ближайший конкурент – это композит, а композиты в то время были не такие прочные. И в-третьих, это ей очень легко работать. Ей работать легко, просто и очень быстро. Со временем к врачам начинают обращаться пациенты с жалобами. Это головная боль, головокружение, депрессия. Частое обострение хронических заболеваний. И все это они связывают с пломбами из амальгамы, которые им установили ранее. На что крупные организации начинают проводить исследования. Сейчас я зачитаю список этих организаций. Ассоциация Альцгеймера, Американское общество аутизма, Национальное общество рассеянного склероза, Национальный журнал Совета по борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения, Американское онкологическое общество, Волчаночный фонд Америки, Американский колледж медицинской токсикологии, Международная ассоциация стоматологических исследований. И даже ВОЗ проводила ряд исследований, которые никак не доказывают, что все вот эти заболевания как-то связаны с пломбами из амальгамы. Был один эксперимент, который должен был расставить все точки над амальгамой. Суть заключалась в том, что мы же человеческим глазом не можем зафиксировать пары ртути, но мы их просто не увидим. Взяли ультрафиолетовую лампу с определенной частотой волны, наложили фильтр, и при температуре 50 градусов по Цельсию обнаружили, что пары ртути они действительно есть. Эдея заинтересовалась этим исследованием и пришло к тому, что то количество ртути, которое выделяется из амальгамы полости рта, оно не превышает суточную норму примерно в 10 раз. Причем они использовали не одну амальгамную пломбу, а 9 штук. И даже такое большое количество пломб не может доходить до границы разрешенной ВОЗ. Если мы зайдем на сайт ADA, то мы найдем следующий текст, в котором написано про биосовместимость и токсичность. Для вашего удобства Яндекс перевел с английского на русский. Вы можете поставить на паузу и прочитать, что они вообще в целом про это думают. Одна из причин, почему начали массово отказываться от амальгамы, это катастрофа, которая произошла в Японии, город Миномата. Если говорить кратко, то у кошек появился странный судорожный синдром. Было ощущение, как будто бы они танцевали. Всех сначала это веселило, но это перестало быть радостным после того момента, как такой же судорожный синдром начал проявляться у людей. Сначала думали, что проблема в воде, что она отравлена. Исследования показали, что завод, который располагался на берегу, скидывал ртуть в воду. Эта ртуть усваивалась водорослями. Эти водоросли кушала рыба, а уже рыбу употребляли в пищу люди. И таким образом ртуть переходила из органической в метилртуть. А метилртуть это очень токсичная штука. Она умеет маскироваться под одну из аминокислот и переходить через гематоэнцефалический барьер. Таким образом она оказывает очень сильное токсичное воздействие на организм. Многие государства не остались в стороне и решили подписать конвенцию, она так и называется, Миноманская конвенция, которая ограничивает добычу ртути. Сначала это все было в промышленных масштабах, но дотянулось и до стоматологии. Хотя в принципе на амальгаму приходилось порядка 5% от всей ртути, которую добывали. Есть момент, на котором очень часто делают акцент СМИ или об этом говорят эксперты, которых они приглашают. Есть государства, которые ограничили использование амальгамы. Там критерии следующие. Не рекомендуется постановка детям до 15 лет, беременным и лицам с гиперчувствительностью, то есть аллергией. Иногда можно услышать тезис, что вот в странах Европы, такие как Дания, Норвегия, Швеция, запретили использование амальгамы. Ну да, запретили, но не только амальгаму, а вообще ртуть как таковую. То есть ее не должно быть ни в батарейках, ни в электронных приборах, ни в градусниках, нигде. Швеция это вообще одна из самых зеленых государств. Они заморачиваются там и про СО2, и про переработку мусора. Было бы странно, если бы они проигнорировали ртуть. Были прецеденты, когда отходы из стоматологии попадали в канализацию и тем самым отравляли воду. Но с этим быстро разобрались, обязали всех поставить специальные фильтры, которые собирали как раз-таки ртуть. И после этого на специальных станциях она утилизировалась. Из интересного еще можно рассказать про врача из Колорадо, который был заметным критиком амальгам, но он там вообще много чего критиковал. И обманом заставлял хронически больных пациентов считать истинной причиной их болезни как раз-таки ртуть. Журнал Times сообщил о заключении судей о том, что Хаггинс диагностировал ртутную токсичность у всех своих пациентов, в том числе у некоторых, даже у которых не было амальгамных пломб. Вот такая ситуация. Ну, у него лицензию, конечно же, забрали. Еще одна из причин, почему амальгама стала менее популярна, это развитие современных композитов. Композиты более эстетичные, они исправили проблему с твердостью, у них лучше краевое прилегание. Краевое прилегание — это вот твердые ткани зуба, а это пломбировочный материал. Вот эта щель — это и есть краевое прилегание. Чем уже, тем лучше. На этом с историей мы закончим, и дальше поговорим про сам процесс пломбирования. У амальгамы есть несколько классификаций, мы их все разбирать не будем. Самое основное — это то, что есть серебряные амальгамы, а есть медные амальгамы. В медных амальгамах просто процент содержания меди больше 30%. Если меньше 30%, то это уже серебряная амальгама. Серебряную амальгаму использовали чаще, потому что, в отличие от медной, она более прочная, пластичная, ее проще полировать, она не окрашивала ткани зуба и, в принципе, намного быстрее затвердевала. После того, как амальгама затвердела, в ней выделяют несколько фаз. Гамму-фазу — это соединение серебра и олова. Гамму-1 — это соединение серебра и ртути. И Гамму-2 — это соединение ртути и олова. Вот первые две фазы — они наиболее прочные. Вторая фаза — она неустойчивая, более подвержена коррозии и не так хорошо выдерживает механические нагрузки. Амальгама же постоянно модифицировалась, и, ну, как бы самые последние амальгамы, они уже были без Гаммы-2 фазы, и таким образом они стали более совершенны. Методика пломбирования амальгамой состоит из нескольких этапов. Первый этап — это препарирование коррозной полости по Блэку. Все мы знаем эту классификацию, если не знаете, то есть видео на канале. Изначально Блэк придумал ее для того, чтобы пломбировать коррозные полости амальгамой. У него вообще был свой состав амальгамы. Дальше происходит приготовление амальгамы. Она раньше замешивалась вручную, но потом процесс дошел до того, что придумали аппарат, который называется амальгамосмеситель. Принцип следующий. Берется капсула. Капсула состоит из двух частей. В одной части находится ртуть, в другой части находится порошок. Между ними перегородка, в которой есть отверстие. Эту капсулу засовывают в амальгамосмеситель, и за 40 секунд она замешивает, и получается уже готовый материал, который можно вносить в полость. Следующий этап – это наложение изолирующей прокладки для того, чтобы амальгама никак не оказывала свое влияние на пульпу, на дентин и не окрашивала ткани. После чего частями амальгама вносится в полость. Дальше идет моделирование анатомии зуба. По-другому он называется карвинг. Кто катается на сноуборде, знает, что есть такой стиль катания. Это когда ты разрезаешь склон. Вот здесь ты вырезаешь анатомию зуба. Дальше все неровности сглаживаются, и где-то через сутки ее заполировывают. Ну, некоторые производители допускают полировку сразу. На этом видео подходит к концу. Если вы досмотрели до этого момента, то я надеюсь, вам было интересно, вы узнали какую-то новую информацию для себя. Может показаться, что у меня есть какое-то особое отношение к амальгаме, но это не так. Я говорю о том, о чем говорит доказательная медицина. В мое отсутствие канал вырос в 3-4 раза и растет с каждым днем. Большое спасибо, что подписываетесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии. По возможности стараюсь всем отвечать. Пока снимал, села лампа на заднем фоне. Ну, я думаю, что ничего страшного. На качество картинки это не особо должно повлиять. Я с вами всеми прощаюсь. Увидимся в новых видео.